приветствую дорогие зрители на канале видео людмила цыганкова разговариваем о жизни о творчестве сейчас я хочу представить вам следующую мою картину которую я написала недавно нарисовала на конкурс она будет выслана варшаву картина называется варшава элегантская нарисована масляными красками на полотне 50 на 60 и рисовалась картина таким инструментом который наверное многие знают мастихином возможно когда-то придет время и я начну записывать свои не уроки а просто свое время творения когда я рисую картины или пишу иконы посмотрим может быть я до этого приду хотя я по своему характеру я человек очень такой активный очень такая импульсивная даже и когда я пишу или рисую картины иконы то я стараюсь то делать очень в таком уединение чтобы глубже войти в себя чтобы больше упасть транс альфа и чтобы можно было творить в соответствии с фибрациями своей души не знаю может быть когда-то придет время пока что не готова рискак рисуются шпахли очень интересно я рисую и кистью он нос шпахли мне нравится рисовать потому что она такая экспрессивная надо дает размах и мозгам что видать по этой картине но и такие новаторские картины выходят сегодня давайте поговорим я хочу задать вопрос что для вас важнейшее прошлое которое было прекрасное прошлое спокойно хорошее прошлое настоящее которое сейчас есть может быть не такое спокойно но она есть или будущее которое может быть хорошим может быть интересным но я например принадлежу к третьей группе категории людей я все время думаю выдумываю ставлю себе цели как говорится мечтаю это тоже нехорошо как я считаю по своему характеру не как-то не задумываясь о прошлом что было когда-то но иногда очень очень редко ну не знаю уже имею такой характер но я понимаю что я живу в настоящем и мне нужно научиться как можно больше пребывать в этом настоящем времени мне нужно научиться оценивать это настоящее ценить что она есть и поэтому я работаю над собой очень чтобы быть здесь и сейчас и сейчас чтобы как говорится моё внимание ехала в поезде которые идут по железным дороге настоящего чтобы я была настоящим и чтобы я научилась ценить жизнь чтобы я научилась проживать эту жизнь не продуктивно интересно захватывающе и поэтому за это все время я поняла человек описать на должен творить творить и чем быстрее он начнет творить тем для него для здоровья для души это будет лучше творите в разных разных сферах деятельности танцевать петь и хотя бы для себя рисовать что-то делать руками но обязательно чтобы был творческий процесс к кто который ему даст и отдушину в этом механическом таком виртуальным пусть даже сказать как для некоторых мире чтобы чего человека не засохла душа чтобы она развивалась чтобы она свела и поэтому мы должны строить планы строить цели вспоминать прошлое но жить настоящим я хочу еще посоветовать как это настоящее как его оценить почему они такое интересное как могло бы просто наверное откройте глаза просто заставьте себя более удерживать внимание на этом настоящем оцените оцените своих близких родных оцените жизнь оцените в этой жизни простые вещи самые простые воздух небо природу свое окружение свой дом научитесь и как можно больше уделять внимание настоящему будьте здесь и сейчас и конечно творите творите от всей души всего хорошего удачи вам оцените оцените